Православный мир замер в радостном ожидании Великого Праздника, Светлого Христового Воскресения, который в этом году христиане отмечают 28 апреля. Со Светлым Праздником Пасхи принимайте поздравления от настоятеля Леневского храма Покрова Пресвятой Богородицы, Отца Сергия. Дорогие леневцы, жители и гости поселка, Христос воскресе, воистину воскресе. Всех вас, дорогие, поздравляю с наступающим праздником Пасхи. Я желаю, чтобы воскресший Спаситель своей благодатью укрепил, оздоровал мир душевный, здравие, крепость духа и духовную радость. День Пасхи – это самый важный, самый светлый праздник для каждого верующего человека. Как говорит святой Иоанн Златоуст, что радость духовная в этот день преисполнена во всех сердцах. И неважно, кто хвостился больше, кто хвостился меньше, кто вообще, может, в храм не ходил. Поэтому на все души изливается вот эта великая пасхальная радость. Вообще, светлое Христовое воскресенье – это является самым важным событием в жизни человечества. Когда падшее человечество было искуплено кровью Христа, и светлым Христовым воскресеньем обновлена человеческая природа. Если бы Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. Если бы не было светлого Христового воскресенья, то и христианство потеряло бы смысл, и пришествие Христа тоже не имело бы такого смысла. Потому что Христовое воскресенье – это обновление человеческой природы. Сам факт воскресенья исторически также подтвержден. И даже те, кто скептически относится к таким вопросам, они, конечно, могут убедиться, что это великое чудо оставило след в нашей истории. И даже сейчас все знают, что в субботу перед воскресеньем Христовым происходит великое чудо – сошествие благодатного огня в храме воскресенья Христова в Иерусалиме, где был погребен Христос, и произошло воскресенье. Также чудом, конечно, является Туринская плащаница. Ну, а самое большое чудо – это, конечно же, христианство, которое было за какие-то века, за какие-то даже десятилетия распространено почти по всей земле, благодаря вере и благодати апостольской, которую они распространили по всей земле. Мы, конечно, также с радостью готовимся к этому празднику, ожидаем его. И традиционно во всех храмах православных ночью, на Пасху, служатся богослужения. Вас всех также приглашаю на эту службу. Она начинается в 11 часов вечера, в субботу, подготовительная служба, и в 12.00 сама пасхальная служба, крестный ход и литургия. Также сам день праздника приглашаю всех на концерт праздничный в ДК в 14.00. Всем вам желаю духовной радости. О воскрешенном Спасителе Христос воскресе! На сегодня это вся информация. Мы желаем вам только добрых, светлых новостей. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова